Здравствуйте, друзья! Сегодня в Турции прекрасная погода и на повестке дня у нас как снять жилье в Турции в 2021 году. В сегодняшнем видео, исходя из личного опыта, я расскажу вам, как снять жилье в Анталии в 2021 году. Накануне отъезда на сайте booking.com мы подбирали наиболее подходящий нам по бюджету отель, расположенный примерно в центральной части Анталии. Наш выбор пал на недорогой трехзвездочный отель, в который входил только завтрак. Такой завтрак входил в стоимость нашего проживания в Дима-отель. Нам нечего от вас скрывать, все равно выбор остается за вами. Это был Дима-отель. И сейчас мы вам покажем его снаружи и внутри, как выглядел наш номер. А вот номер, который мы снимали в то время, пока прибывали в Турции и искали квартира. Номер небольшой, рассчитанный на трех человек. Здесь стоит три кровати. Небольшая тумбочка, прикроватная, почему-то одна. Столик с телевизором. Телевизором мы ни разу не пользовались. Шкаф для одежды. Что удобно, был кондиционер. Кондиционером было, пользовался. Он помогал. Ну, и такой вот вид из окна. Такой санузел установлен. Все компактно. Также в этом отеле предусмотрен только завтрак, включен стоимость. Обед, приходишь и приносишь свои продукты, покупаешь их и сам обедаешь. Вот такой вот номер, друзья. Продолжение следует... 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 Сайти не один... На них группа точнее не одна... Можно искать у нескольких... Выберем допустим вот эту... Здесь тоже есть разные варианты... В разных группах публикуют разные варианты... Но некоторые бывают и попадаются одинаковые... Спустя несколько дней поисков... У нас появились первые варианты, которые мы начали прорабатывать. Первый вариант находился в микрорайоне Хурма. Располагался он на нулевом этаже и имел совсем скромные размеры при стоимости 2500 лир. Вторая квартира находилась в микрорайоне Мурат Паша. Квартира также находилась на нулевом этаже. Квартира была со свежим ремонтом, но дворовая территория была совсем в запущенном состоянии. Было еще несколько вариантов, которые заканчивались на разговоре с риэлтором. Когда заканчивался срок проживания в отеле и время поджимало, на сайте Сахибинден мы нашли свежее объявление. Фотография жилья и стоимость нас устраивала. Со всеми риэлторами мы общались без знания языка с помощью гугл-переводчика. Написав на номер риэлтора, ответа долго не было. Не желав отпускать этот вариант, мы вышли на улицу в поисках человека, понимающего по-русски и говорящего по-турецки. После некоторых поисков мы решили зайти в Aflon Hotels, где сотрудники на стойке регистрации согласились нам помочь. Дозвонившись до риэлтора, они договорились о встрече у отеля. Риэлтор подошел быстро, мы прошли в его офис, где дождались владельцы квартиры. Осмотрев квартиру и обговорив условия, нас все устроило. Вернувшись в офис, нам составили договор аренды. Далее все вместе сходили к нотариусу, где и заверили документ. Если у вас договор будет только на турецком языке, то лучше переведите его с помощью переводчика, дабы избежать неточностей и ошибок. Мы были очень удивлены, когда подошли к офису риэлтора, так как он находился в 100 метрах от отеля. А вот, собственно говоря, и офис того риэлтора, с помощью которого мы сняли квартиру. Ну вот и все, друзья. Я попытался максимально детально рассказать о том, как снять квартиру в Турции, а в частности в Анталии в 2021 году, поделившись с вами своим личным опытом. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, делиться своим мнением в комментариях. А сейчас смотрите квартиру, которую мы в итоге сняли. И до новых встреч, друзья! Ну что, друзья, вот такая вот у нас квартира есть. Фактически это 3 плюс 1, но так как одна комната будет занята хозяйскими вещами, у нас выходит, что это 2 плюс 1. Если начинать слева, то у нас идет ванная комната с туалетом. Далее, походу, у нас идет родительская спальня. Довольно большая и просторная. Здесь светло даже без света. Здесь у нас просторный коридор. С переходом в комнату вторую. Детская или просто комната. Из этой комнаты есть выход на балкон. Балкон достаточно большой и приятный. От него открывается вид в улицу. Ну и, конечно же, куда же без вилла на море. На балкон есть два прохода. Один из них из зала. Второй из комнат. Следующая комната это у нас зал. Зал просто большой. Здесь есть телевизор и много диванов, чтобы проводить время с семьей или знакомыми. Небольшая, но уютная кухня. В принципе, места достаточно для совершения любых действий. На кухне установлены стиральные машины. Холодильник и газовое оборудование. Также владелец квартиры оставил немного посуды. Это удобно, не нужно будет ничего докупать. Ну и осталась крайняя комната. Туалет с туалетом а-ля Тюрк. Вот такая вот вышла квартира, друзья. Стоимость ее 2-400 лира в месяц. По нынешнему курсу это примерно 19,5 тысяч рублей. Напишите в комментариях, стоит ли она своих денег. Расскажите, какую квартиру вы снимаете примерно за эти деньги. Или какую вообще вы квартиру снимаете. Или в какой живете. Ну на этом наш обзор подошел к отцу. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok